Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Григорян Азат Артёмович. Интервью и литературная обработка Юрий Трифонов. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 8 декабря 2009 года. Часть первая. Я родился 5 декабря 1925 года в городе Ахалцихе, Грузинской ССР. Мои предки появились в городе в начале XIX века. Первая волна армянских переселенцев прибыла из Эрзерума в 1826 году, а второе переселение произошло в 1876 году, то есть мои бабушка и дедушка разделились еще в Эрзеруме. Армяне практически основали город Ахалцихе, название которого на грузинском языке означает «новый город» или «новая крепость». Дело в том, что на этом месте действительно была крепость по грузинской цихе еще со времен царицы Тамары. Всего армян прибыло 2000 семей. Мой дедушка был обыкновенным плотником-каменщиком. Отец окончил в нашем городе, где он родился, русскую семилетнюю гимназию. Мать также имела образование. Она окончила два года русской школы. Мой отец сначала работал продавцом в магазине, но потом решил поменять работу. Видимо, его мучил тот факт, что, имея такое хорошее для того времени образование, он работает простым продавцом. В итоге его взяли инспектором сельхозбанка, в котором на разных должностях он работал до конца жизни. Когда началась Первая мировая война, отца мобилизовали. Он был обыкновенным солдатом, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, вблизи Перемышля. В 1916 году был ранен в голову. По тяжести ранения отец был демобилизован и в конце 1916 года приехал домой, долго лечился, но все же выздоровел. И знаете, он все время оставался беспартийным. Но в самое тяжелое время для нашей родины, в 1942 году, отец вступил в партию. «Удивительно. Год 1925, год моего рождения, был периодом развернувшихся религиозных беспорядков. Коммунисты как раз начали преследовать священников, разрушать церкви. Как мне позже рассказывали родители, что из-за происходящих событий меня привезли не в храм, а в клуб, где висели красные знамена и находилось все руководство города. Кроме отца с матери, там была другая семья с девочкой моего возраста. И вот начальник города сказал, сегодня у нас будет крещение по советскому образцу, называя мальчика Азат. В переводе мое имя означает «свобода», а девочку – «Азатуи». Значение то же самое, просто девичье имя у нас звучит по-другому. И вот я начал расти в Ахалцихе, школу пошел почти в 9 лет. Надо сказать, что в городе было две армянские школы, две русские, одна грузинская и одна турецкая. Потрясающе, но в русской школе училось 85% армян, процента 3-4 грузин, а вот турок почти не было, у них была своя школа. Мы в то время жили удивительно дружно. Вы знаете, у меня были друзья по школе. Еврей Мак Погребицкий, грузин Атари Дедима Мишвили, русский Виктор Благов, Аня Веденеева, Сусанна Челенгарова, у которой отец был армянин, а мать грузинка, армяне Вирабов Велик, Вирабов Сергей и другие. И никто не обращал внимания на национальность. Так действительно было. Знаете, когда начиналась большая перемена, все выскакивали и говорили друг с другом на армянском языке. Но в классе мы общались исключительно на русском, ведь это была настоящая русская школа. Я в Ахалцихе поступил только в первый класс, а потом отца перевели на другое место работы, и мы уехали за 25 километров от родного города в поселок Абастумани. Это был удивительный город, характерной особенностью которого было то, что его посетил Александр II. И это совершенно небольшое местечко очень понравилось императору, и уже Александр III развернул в Абастумани мощное строительство. Почему так произошло? Представьте себе, течет горная речка с однименным названием, кругом горы, покрытые в основном сосной и елью, хотя есть и другие лиственные деревья, уникальный воздух, чистота потрясающая. Такая местность понравилась не просто из-за своей красоты, но еще и потому, что кто-то в царской семье болел туберкулезом. Боже, какую великолепную православную церковь они там построили! Она и сейчас стоит перед моими глазами. А какие возвели дома, знаете, в основном в европейском стиле. Я ведь был в Австрии, там такой же стиль. Правда, в Абастумани дома были деревянные и в основном одно- или двухэтажные, но резьба, внешний вид, все в чисто австрийском и итальянском стиле. И летом, и зимой в город приезжала масса людей, в основном это были члены царской семьи и их окружение. Так как большинство построек задумывались как дома санаторного типа, то при них всегда были врачи и обслуживающий медперсонал. Но самым примечательным в городе было то, что вскоре обнаружили горячий источник. Из-под земли била вода температурой где-то около 70 градусов. И на этом месте построили потрясающей красоты ванный комплекс. В нем было создано 100 различных номеров при входе красивейшее фойе, слева и справа от которого расположено по 50 номеров. Все было облицовано итальянским мрамором и плиткой. Как красиво сделано! Я бывал во время войны в Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии. Много видел различных ванных комплексов, но такого нигде не было, понимаете? В детстве мама меня туда часто водила и купала. Знаменательно еще и то, что ниже этого места был построен настоящий бассейн для купания, полностью крытый. Это было настоящее чудо инженерной мысли. Ведь для его заполнения нужна вода. А рядом таких больших источников не было. Что делать? В четырех километрах на другом конце города протекала река Абастумани. Так там устроили место, откуда забиралась вода, и построили спускающийся к ванному комплексу деревянный желоб шириной метр высотой по краям 50 сантиметров. Причем в некоторых местах желоб поднимался над землей на 3-3,5 метра. Все это шло по окраине через весь город, и сохранилась эта удивительная постройка до 1982 года. Тогда я был там в последний раз, как это выглядит сейчас, я не знаю. Так вода текла в этот бассейн, там она нагревалась, и вся чета царская, и все приближенные купались. И что удивительно, вода нигде не протекала, разве что по мелочи, но это быстро заделывали. Также в Абастумане была еще одна достопримечательность, связанная с большой трагедией. Где-то в 1892 году, в возрасте 16 или 17 лет, наследник одной из княжеских ветвей Российского императорского дома катался на велосипеде, которые в то время только появились, по окрестностям города. Он крайне неудачно упал с этого велосипеда и умер практически на руках у староверов, которые жили у реки, недалеко от места падения наследника. Они держали хозяйство, коров. Староверы подскочили к нему, увидев, что какой-то человек упал, и именно они присутствовали при последнем дыхании наследника. После сообщили о произошедшей трагедии в город, откуда приехали родственники и провели панихиду. И вот на месте падения построили такую великолепную часовню. Мне было 10 лет, я специально ходил, чтобы посмотреть на нее. В постройке была великолепная внутренняя инструктация на религиозные темы. На старославянском языке были написаны различные тексты, но вот дверей уже не было. Видимо, кто-то стащил уникальные двери-часовни. Кстати, этим старовером мужу и жене построили прекрасный дом. Настоящий русский сруб, дали две коровы, они себе потихоньку жили. Я с ними познакомился, мне было очень приятно пообщаться с этими людьми. Они смотрели за часовней, хотя позже уже не могли присматривать, когда началась борьба с религией. Но в коллективизацию стариков никто не тронул. Хотя дети староверов были кулаками и их в итоге выслали. У староверов же осталась одна корова. Старые люди, что с них взять? В поселке их называли старики. Я иногда заходил к ним, они-то мне и рассказали историю о наследнике. В последний раз я был в этом месте в 1982 году. Тогда я взял с собой сына, дочь, двух внуков и поехал на своей машине в родной город. Встретился со старыми друзьями. Ребята говорят, давай поедем в Абастумане. Мы приехали к воротам очарования. Там есть такое место, кругом лес и горы, и неожиданно открывается ровная, вся блестящая в лучах солнца поляна, как будто специально сделанная для привала, а дальше идет высочайший перевал в сторону Батуми. Он зимой не функционирует. И вот мы обосновались на этой поляне, выпиваем, гуляем, ведем разговоры. Вспомнили о часовне, решили поехать к памятнику, хотя один из моих местных друзей сказал, какому памятнику ты хочешь поехать, Азат? Я там был, ничего не осталось. Все же мы приехали на это место, там действительно ничего не было, за исключением валявшихся на земле маленьких кусочков камней. Это были остатки той великолепной инструктации. Я тогда успел собрать несколько маленьких цветных мозаик, чтобы хранить их как память. Я проучился в абастуманской школе со 2 по 4 класса. Я рос очень вольным мальчиком. Хорошо запомнил, что в 1933 году был голод и в наших краях. Хотя так сильно, как, к примеру, в Поволжье, он не ощущался, но все равно было очень плохо. Потом отца перевели обратно в Ахалцихе, все так же в сельхозбанк, и я опять начал учиться с теми же первообклассниками, кого я назвал. До начала войны я окончил 7 классов, перешел уже в 8. Началась пора летних каникул, и тут мы с одноклассниками пошли на речку купаться. Около часа дня смех, радость. Ведь нам по 15-16 лет. Возвращаемся домой, смотрим, что-то все такие грустные в городе, куда-то бегают, непонятно. Что случилось? Война. Первые из нас ребята заводила в компанию и сразу посмеялись. Эх, тоже решили, на кого напасть. Немцы будут разгромлены и уничтожены. Действительно, мы почти все так думали. Особенное впечатление на нас тогда произвела кинокартина «Если завтра война». И еще некоторые из заявлений Ворошилова воспринималось нами как самая непререкаемая истина. Мы тогда вообще очень интересовались политикой, поэтому были уверены, что будем воевать на чужой территории и малой кровью. Но, к сожалению, вскоре мы почувствовали, что действительность войны будет крайне далека от наших юношеских представлений. Вскоре была объявлена мобилизация. В нашей семье отца не взяли, потому что ему было 52 года. Мобилизовали только брата. Сестра тогда в Москве жила, и уже через каких-то полгода мой старший брат Ливон погиб под Москвой 30 декабря 1941 года. Мы не могли представить себе такое, но наши войска все отступали и отступали. Это был кошмар какой-то. Первые недели войны брали на войну мужчин в возрасте до 30-35 лет. Потом, буквально через несколько месяцев, начали 45-летних забирать на фронт, а вскоре начали мобилизовать даже в 50 лет. Потом 1942 год. Вроде так хорошо для нас начавшийся, а потом страшное поражение под Харьковом немец рвался к Кавказу. Враг не стал бомбить наш город, но пару раз немецкие самолеты пролетали мимо нас. Я их видел. Видимо, что-то фотографировали. Но могу сказать, что мирная жизнь у нас продолжалась. Уже с восьмого класса мне девчонки нравились. Была какая-то интересная дружба у меня с Сусанной Челенгаровой. Мы каждый день после уроков вечером встречались в любую погоду или дождь. Она обязательно зонтик возьмет. И ходили до часов 11-12 ночи. Ее мать, мы все-таки люди восточные, доверяла мне. Это было связано с тем, что она знала мою маму. К девятому классу среди моих одноклассников сложилась наша великолепная пятерка, как я ее называю. Мы стремились что-то делать и вскоре создали редакцию газеты «Самос». Расшифровывается по заглавным буквам «С. Сергей, А. Азад, М. Марик, О. Атари, С. Сусанна», в которую мы писали труки статьи, хвалили тех учителей, которые нам нравились, и очень резко критиковали тех, кто нам крайне не нравился. Дедима Мишвили был уникальным художником. Он прекрасно оформлял газету. Марик сочинял стихи, Сусанна была корректором, а Вирабов Сергей статьи писал. Я же был Камо. Что это такое? Я рано утром вставал, брал газету, в пять или полшестого заходил через окно в класс, в коридоре вешал очередной номер и возвращался домой. Снова засыпал, а утром приходил в школу. Фурор потрясающий. Все читали, такие статьи были очень острые. Мы выпускали одну газету в неделю в течение трех-четырех месяцев. Учителя взбудоражены. Директор школы Леонид Аркадьевич Карапетян, кстати, великолепный историк, все искал авторов и никак не мог найти. Наконец он стал задавать себе и учителям вопрос. Кто же мог так красиво рисовать? Позвали Атари. И тут директор пошел на шантаж, сказал ему, я знаю, что это ты рисовал, нам уже рассказали все. Я только рисовал, сразу раскололся Атари. Ну все, тут уже тайна раскрылась. Марика вызвали туда-сюда и все открылось. Но я был КАМО и меня не выдали. Шум был невероятный и тут еще один случай произошел. Отличился Верабов Сергей. Это уникальная личность, сейчас кандидат наук, занимался шахтостроительством в Донецке. Но в детстве над ним все смеялись, он был маменькиным сынком. Представляете, мама ему в школу приносила гоголь-моголь, калоши в дождик. И все смеялись. Маменькин сынок, маменькин сынок. Хотя мама у него окончила русскую гимназию, блестяще знала русский язык. Очень грамотная женщина. Все это, конечно, очень нервировало его. И я один раз не выдерживаю и говорю Сергею, хватит тебе терпеть. Что такое? Врежь тем, кто тебя обижает. И вот он подходит ко мне однажды и говорит, слушай, кого-то Фаси уже замучил. Он к тебе пристает? Нет. А почему так? Удивился Сергей. Да потому что я могу дать сдачи. А ты что? Слушай, ну врежь ему один раз, больше не будет. Вот как, на большой перемене выставляй руку. Я ведь знаю, что он тогда обязательно тебя по руке бьет линейкой. А сейчас ты приготовься ответить. Так и сделал Сергей. Рука выставлена. Коготов бежит, естественно, бьет по руке. И тут Сергей разворачивается, а кулак уже готов. И он как ударил по лбу хулигана. Нокдаун, потом нокаут. У коготова кровь хлынула со лба. Видимо, выбила кожу. Кошмар. Вся школа, весь наш класс, учителя сбежались, вызвали скорую. Директор поднял крик. Что такое? Это же хулиганство. А Сергей стоит и плачет. Прибежала к нему мама, тетя Женя. Тогда я подхожу и говорю им, Сергей, перестань плакать. И ни в коем случае не просите прощения. Это же вы должны идти в наступление, ведь над тобой, Сергей, издевались в течение пяти лет. Мама пришла к Карапетяну и сразу как напустилась на директора, что тот сник в итоге. Ну, хорошо. Ну, что сделаешь? После этого месяц вся школа говорила о том великолепном нокауте. И авторитет Сергея поднялся потрясающе. Сейчас он, армянин, пишет много статей в поддержку русского языка. Даже приведу такой комичный случай. Он написал начальнику железной дорог письмо с просьбой разъяснить, что означает такое часто встречающееся слово в документах как «полувагон». Ответ пришел удивительный. Оказывается, вагон – это большой пульмановский вагон, куда вмещаются четыре полувагона. Вот такой ответ. Попробуй, разберись в таких хитросплетениях простому человеку. Он выступает и против превращения нашего русского разговорного языка в полуворовской сленг. Вот так армянин защищает русский язык на Украине. Но ведь и мы тогда учились по учебнику синтаксис, грамматикой, орфографии русского языка, автором которого был армянин Бархударов. Понимаете, начиная с 1933 до 1951 года мы все в Советском Союзе учились по его учебнику. В итоге я окончил неполных девять классов. В 17-летнем возрасте мне 5 декабря 1942 года исполнилось 17 лет, и вот 17 мая 1943 года я получил повестку. Конечно, я знал, что уже скоро меня призовут. Алваров Сурен уехал, Атари Дедима Мишвили тоже. Еще 4 человека из нашего класса получили повестку. Ну, попрощался со всеми близкими, пришел в школу, занятия идут. Ребята обрадовались моему появлению. Приходит наша классная руководительница, отдала мне аттестат и быстро ушла. Ребята говорят, давай посмотрим, что у тебя за оценочный лист. Открываю тройки, четверки, две пятерки и двойка. Как двойка? По русскому языку и литературе. Все возмутились? Всем классом, 28 человек, пошли в учительскую. Этот предмет у нас вела Анна Аркадьевна Аракелова, армянка, сильнейший филолог. И Сусанна говорит ей прямо, Анна Аркадьевна, азат на фронт уезжает, а вы двойку поставили по русскому языку. Но учительница ответила, моя профессиональная гордость не позволяет ученику, знающему на единицу, поставить тройку. Я настолько был ошеломлен, мне так больно было, и пусть она правду сказала, но дело было не в знаниях. Просто я не приходил на уроки русского языка, на литературу приходил, а все эти сочинения и диктанты. Понимаете, после гибели брата мне это было не нужно, я принял твердое решение мстить. Мы повернулись, ушли, все проводили меня, конечно, уроки сорвались, довели до военкомата, и пока меня не посадили в машину, и я не уехал, они стояли и махали нам вслед. Из нашей школы в мой призыв уехало на фронт 50 человек разных национальностей, в том числе Таиров Мамед из турецкой школы. Он оканчивал 10 класс, сын командира, стоявший у нас до начала войны, дивизии Басова. Вся дивизия пропала под Харьковом, в числе погибших был его отец. С фронта из 50 человек вернулись 13, в том числе пал смертью храбрых Атари Дедима Мишвили, погиб в Белоруссии, десятиклассник Барингольц, секретарь нашей школьной комсомольской организации Церцвадзе и многие другие. Почти все мы попали на фронт, только Алварова Сурена из-за очень плохого зрения направили на танковый завод, где он стал работать, но за несколько месяцев до войны он поднял большой шум, как это так, он не будет воевать. Тогда уже в 1945 году его направили под Кенигсберг, там Сурен провоевал немного. В стране было ощущение надвигающейся войны до 1941 года. Вообще-то, мы очень уверенно себя чувствовали, потому что мы смотрели фильмы и были убеждены, что разгромим любого врага. Но, знаете, мы не думали, что будем воевать с немцами, ведь договор был с ними заключен. Но отец мой, он ведь воевал с немцем в Первую мировую, всегда нам говорил, немцы очень опасны, не стоит их недооценивать. Вот это старое поколение, которое за 50, те предупреждали, что немцы опасны, но мы не сильно к ним тогда прислушивались. Кстати, до 1938 года, я хорошо помню, у нас была ненависть к Германии и фашизму, потому что с 1936 года началась война в Испании и продолжалась до 1939 года. Испанские события очень сильно звучали в нашей стране. Но потом все изменилось после договора, тем более, когда Ворошилов утверждал, что войны не будет, а тогда это был для нас очень большой человек. Какие настроения господствовали среди мирного населения в тылу во время обороны Москвы? Знаете, я помню, во время обороны Москвы никто у нас не опасался, хотя, казалось бы, мы были в 10-15 километрах от турецкой границы, а Турция склонялась к Германии. В районе жили в основном армяне, турки и грузины, греки, русских мало было. Но мы не верили, что Москву могут сдать. У нас не укладывалось в голове, что столица нашей родины может пасть. Патриотизм воспитывался тогда в школе уникально, тем более, что 80% армян учились в русских школах. Когда немцы прорывались на Кавказ, какое настроение царило в городе? Во-первых, тут же стали создавать истребительные батальоны. Десятиклассники со всех школ были в них, их учили воевать и стрелять. Я тогда был только в восьмом классе, но даже у нас был очень сильный контакт с пограничниками. Мы должны были сразу же сообщать о подозрительных личностях, и я вам скажу, что все это было высокоорганизовано, и днем, и ночью дежурили во всех селах. Там же, в Ахалцисском районе, 84 села было, и из них 16 армянских, 6 грузинских, остальные все турецкие. Это все учитывалось, тем более, что мы знали, полумиллионная турецкая армия сосредоточена на советско-турецкой границе, это очень серьезно. Но когда после Сталинградской битвы немцев окончательно отбросили от Волги, то все турки сразу успокоились. Хотя надо отметить, что шевеление было в основном среди людей старшего возраста. Моим другом на фронте был турок Таиров Мамед из близлежащего села Сухлиси, смело и блестяще воевал, был предан нашей родине. Но вот до Сталинградской битвы какое-то шевеление среди них было, случались и провокации в некоторых местах, но это было не очень серьезно, не было поводов для ареста или тому подобного. А вот шевеление было четкое, оно выражалось в том, по крайней мере, до меня доходили такие слухи, у моего друга Пескурова отец был начальником погранотряда. Он иногда приходил к нам и рассказывал, что на границе стояла удивительная тишина. Со стороны наших турок не было ни одного случая незаконного перехода границы, но информация из Турции шла, что на нашей границе была сосредоточена турками огромная армия. Естественно, мы боялись, как бы местные турки не помогли им. И знаете, если бы турецкая армия перешла границу, то нет сомнения, что местные их соплеменники стали бы им помогать. Единственное, кто остался бы за советскую власть, это был бы местный актив, коммунисты и председатели колхозов. Они были бы с нами вместе. Но, повторяюсь, даже в 1942 году особых сложностей с турками не было. Направили меня в Краснодарское минометно-пулеметное училище. Несмотря на название, оно располагалось под Ереваном, так как было сюда эвакуировано из Краснодара. Нас привезли в поселок Канакер, который располагался от Еревана в восьми километрах. Ныне пригород столицы Армении. Мы переночевали в каких-то помещениях, было очень холодно. И тут утром нас собрали, чего-то ждем, стоим, хохот, смех. Никогда же в армии не были. И тут подошел какой-то старшина и как напустился на нас. Прекратить смех. Вы уже в армии, что за кавардак такой? А то всех на гаут-вахту посажу. Идет война, а вы тут хихи да хаха устроили. Моментально наступила полная тишина. Мы, армяне, вообще-то законопослушный народ. Тут же нам выдали ботинки, обмотки, портянки, причем стоял специальный человек, который учил, как правильно портянки одевать, особенно, как верно заматывать. Затем выдали брюки, надо сказать, что очень сильно соблюдались размеры. Поэтому мне, к примеру, очень долго искали шинель. Я ведь рост-то небольшого, но все-таки нашли. И в итоге всем выдали форму с петлицами. Хотя к тому времени в наших войсках уже ввели погоны. Видимо, нам дали в мандировании старого образца. Зато абсолютно новое, белье новое. Перед выдачей формы мы были в бане, нас остригли. Сразу после был прием у генерала Коновалова, начальника училища. Он был без ноги, потерял ее в 1941 году. Каждый из нас в отдельности входил к нему в кабинет. У него лежала на столе папка, он смотрел аттестацию входившего. И вот я зашел, первый вопрос генерала был таким. Куда вы хотите поступить? Минометный батальон. Какой минометный батальон? Генерал взял мой аттестат и стал читать слух. Двойка по русскому языку, по математику и по физике тройки? Вот по истории пятерка и по географии. Нет, какой же ты минометчик? Да я миномет немножко знаю, решил я схитрить. Да? Удивился генерал. А ну-ка расскажи, из каких частей он состоит. Плита. Да, верно, а еще? Я больше ничего не знаю. Нет, батенька, так он мне сказал, а ему ведь было лет пятьдесят. Пойдешь-ка ты в пулеметный батальон. Вот так я попал в первый пулеметный батальон, в первую роту лейтенанта Панкратова. И пошли занятия. Вот они проводились очень интенсивно. Это был ужас. Поначалу первые несколько дней подъем был назначен на пять утра. С ума сойти. А отбой в одиннадцать. Получалось, что всего шесть часов сна. К счастью, потом почувствовали, что это слишком. И сделали подъем в шесть. Уже полегче стало. После подъема физзарядка, интенсивная. Потом политинформация, завтрак, надо сказать, что кормили хорошо. И начинается занятие. Господи, эти занятия. На пулемет по два человека в расчет мы несем станок и ствол Максима по три-четыре километра от училища шли в поле и при том нормальным шагом солдатским. Медленно нельзя было. Вроде ничего, но там с этим пулеметом начинались занятия. Проводили разборку, сборку, потом смена позиции. Хватаем пулемет и тащим его на колесах. Заставляли тут же рыть пулеметный окоп малыми лопатами, устанавливать его, быстро сменить позицию. Надо успеть быстро вырыть запасную. Причем время засекали. Отводилось на подготовку позиции определенное количество минут. Учили выбирать сектор обстрела. Вообще же объяснение было блестящее, так как командиры были в основном фронтовики. Также во время обучения был в день один час свободного распорядка, так называемая самоподготовка. За это время мы успевали воротники пришить, выстирать, если нужно, портянки. Я еще не брился, семнадцать с небольшим лет, а некоторые даже успевали побриться. Политподготовка проводилась два раза в неделю. Во-первых, давали историю создания Красной Армии, руководителей называли, очень много говорили о Ворошилове и Буденном, совершенно не упоминали о Тухачевском и Егорове, хотя я знал эти фамилии. Я помню, когда их арестовали, удивительная вещь, но мы действительно верили, что они участвовали в заговоре против Сталина, хотя о том, что Тухачевский немецкий шпион рассуждали мало. В особенности тогда не говорили, почему арестован, просто враг народа и все. Единственное, как я сейчас думаю, Тухачевский, скорее всего, действительно был недоволен действиями Сталина, он говорил об этом. Вот нас, армян, несколько обескуражило, когда расстреляли Гая, он же армянин, его настоящая фамилия Бжишкян. Это он телеграмму Ленину послал о том, что мы освобождаем ваш город, имелся в виду Ульяновск. Это будет лучшее лекарство для вашей раны. Вот это была нам боль. Но он ведь, как и Егоров и Блюхер, был недоволен действиями Сталина и говорил об этом. Конечно, о том, что они шпионы, никто не задумывался. Тогда мы вообще боялись говорить об этом. Что уж скрывать, я иногда боялся даже думать, вот это было сложно, особенно после того, как стал офицером и многое уже знал из истории. Во время лекции особенно мне была интересна тема строительства коммунизма, о создании советских вооруженных сил. Помню, я как-то был дневальным и в это время для одного взвода читалась лекция, а я слушал. На следующий день нашему взводу читают то же самое и вот лектор задает вопрос, из каких частей состоит Красная Армия, кто знает. Никто не поднимает руки, все молчат. Тогда я поднимаю руку и отвечаю, из пограничных войск, ВД, ВВС, пехота, артиллерия и так далее. Лектор очень удивился, откуда вы все это знаете? Я вчера дневальным был и все уже прослушал. Тут раздался смех по залу. Новости с фронта о боевых действиях мы получали на утренних перед завтраком политинформациях. На занятиях же нам рассказывали, что у нас сейчас здорово с вооружением, как тыл помогает фронту, говорили о партизанском движении, подробно рассказывали о Ковпаке и партизанских отрядах в Белоруссии. Много рассказывали и о зверствах фашистов. Вы знаете, я потом пришел к выводу, что плохо рассказывали, потому что, когда я был на фронте и прошел пешком через всю Украину, я увидел в два-три раза больше, чем нам говорили. На занятиях чаще всего звучала фамилия Сталин, но часто говорили и о Ленине. С возмущением говорили о том, что союзники не открывают второй фронт. Уже позже на передовой среди нас ходили разговоры, мол, союзники сохраняют свою жизнь, давая нам яичный порошок американскую тушенку. Причем занятия проводились очень интересно. Сначала читали лекции, а потом проводили двухчасовой семинар, потом опять семинар после лекции. Много мы рассуждали о Сталинградской битве, упор делали на то, почему выдержали наши. И вот многие отвечали на этот вопрос правильно, ведь дело было в стойкости нашего солдата. После войны, когда я стал политработником, я проводил такие занятия, что из округа приезжали послушать. Понимаете, ведь шаблонное проведение никому не интересно, надо давать людям самим высказываться. Я же только скажу немного и достаточно. Так меня учили. Обучение длилось уже месяц, и тут к нам приехал генерал-лейтенант Ремезов в июле месяца. Собрали все училище, минометные батальоны, два пулеметных. Представьте себе, сколько народу, больше двух тысяч человек. Мы стоим в строю, а он выступает перед нами и говорит, дорогие курсанты, фашистов мы уже бьем, разгромили их под Сталинградом, впереди освобождение Украины, Смоленской, Ленинградской областей. Я обращаюсь к вам. Кто добровольно хочет ехать на фронт, сделайте четыре шага вперед через десять минут. Посоветуйтесь, соберитесь с мыслями. И вот все фамилии, которые я назвал, и Таиров, и Басов, и Геваркян Сергей, и я, Цирцевадзе, Ингольц. Короче, из тех 50 человек 35 добровольно вышли из строя. А всего из училища на фронт было отправлено около 1100 человек. В том числе добровольцем был командир нашей роты лейтенант Панкратов. В нашем батальоне не было никаких экзаменов. Говорили, что в других отсеивали по знаниям. Нас в 10 часов утра всех переодели в абсолютно новое обмундирование уже с погонами. Пообедали мы и к 11 часам вывели нас на площадь. Как бы вы оценили командиры учебной роты Панкратова? Это был великолепный, потрясающий человек. Во-первых, штангист, великолепного телосложения. Красивый, был строг, но справедлив. Это очень ценится. Теперь я это понимаю. Когда прошел войну и потом 39 лет служил в армии, в моем отношении к людям я брал пример с этого человека. Как кормили? Хорошо, но первое время было трудновато нам, потому что все было по времени. На завтрак и ужин отводилось по 20 минут, на обед 30 минут. Так что мы не успевали все съесть, надо было очень быстро кушать. Хватаешь эту миску и ложку и на ходу кушаешь. Первое время все с ужасом ожидали команды. Все, прекратить. Нам очень часто давали рисовую кашу с изюмом, обязательно кусок мяса, борщ или суп. Вот очень редко давали гречку или перловку. Также обязательно был компот, в основном из сухофруктов. О каких-то хитростях на фронте вам не рассказывали инструктора? А как же? Говорили, что нужно копать окоп такой глубины, чтобы ты не вылезал выше щита пулемета. А лучше, если ты в глазок смотришь, а то ведь могут быть снайперы. И вот второй номер должен сидеть ниже уровня земли, чтобы не высовывался. То есть, когда делаешь бруствер для второго номера, надо, чтобы он был полностью закрыт. Он ведь должен ленту поддерживать, чтобы перекоса не было. Также второй номер учили, чтобы он следил за собой, не высовывался. Это и было то, что надо на фронте. Полученные знания мне здорово пригодились. Дисциплина была очень строгая. Вы знаете, я бы не сказал, что дисциплина была суровая. Строго было то, что надо уметь выдержать нагрузку. Вот тут поблажек не было. Помню, замком взвода у нас был армянин, он всегда говорил одно. «Суворова знаешь? Что именно?» Я спрашиваю него. «Тяжело в учении и легко в бою. Понимаешь?» Но мне-то, окончившему девять классов русской школы, это было известно. И знаете, привитая дисциплина также сильно помогла мне на фронте. Мы увидели во дворе училища огромное количество американских грузовиков Студебеккер. Эти машины поступали к нам в основном со стороны Персии. Новейшие водители уже сидели, нас сразу раз и на каждую машину распределили. Все грузовики оказались полностью забиты курсантами. И когда стемнело, вся эта огромная колонна двинулась в путь. Мы не знали даже, куда, помню только, что мы проехали окраину Тбилиси, потом еще какие-то места. И вот пошли горы, горы, горы. Затем по военной грузинской дороге мы ехали целую ночь. И рано утром прибыли в город Орджоникидзе на железнодорожную станцию, где уже стоял в ожидании эшелон. Мы вышли, накормили нас хорошо. Кстати, со всего нашего батальона с нами отправилось два офицера. Первого я не помню, а вот Панкратов нами командовал все время. Так что в итоге нам присвоили звание курсант, посадили в вагоны и мы двинулись в путь. Проехали такие города, как Моздок, Невыномысская, Минводы, Кропоткино, Батайск, Ростов и, наконец, прибыли на конечную станцию Зверева в Ростовской области. Мы вышли, знаете, тут мы все делали очень быстро, потому что рядом был фронт, также нас быстренько разбили повзводно и мы быстрым шагом совершили марш километров на десять. Подошли к какому-то лесу не очень густому, но все же это был лес лиственный. Накормили нас опять и вот тут перед нами выступил начальник политотдела 87-й гвардейской стрелковой дивизии 13-го корпуса, которым командовал генерал Чанчибадзе. Корпус, как нам сообщили, входил в состав 2-й гвардейской армии, командующим которой был генерал Захаров. И вот начальник политотдела сказал, «Я счастлив приветствовать молодых курсантов Краснодарского минометно-пулеметного училища. Вы прибыли к сталинградцам, которые разгромили немецко-фашистскую армию и пленили ее командира Паулюса». Дальше он назвал, сколько генералов и других офицеров было взято в плен и продолжен. «В плен из 330-ти тысячной армии мы взяли 91 тысячу. Остальные нашли себе могилу в сталинградских степях. Теперь мы освобождаем нашу родину. Я счастлив вас приветствовать в нашей славной гвардейской дивизии. В итоге я попал в первый батальон 161-го стрелкового полка. Распределили в роту, который стал командовать Панкратов. Я попал в роту вместе с Таировым Мамедом, Геворкианом Сергеем и Григоряном Габриэльсом. Остальных распределили по всей дивизии. Барингольц попал в одну часть, Цирцвадзе в другую, Басов еще куда-то. Я стал обыкновенным стрелком, мне выдали самозарядную винтовку СВТ. Это было, конечно, неважное оружие, часто допускавшее перекосы патрона. Стреляешь, раз или два выстрела, а потом перекосило. Пока не починишь, ты безоружен. Наверное, поэтому ее и сняли с вооружения через полгода. Но я с ней не мучился, перекос только один раз был, и дальше я уже из нее не стрелял. Попал я во взвод, которым командовал какой-то очень нервозный младший лейтенант, крикливый такой и шумливый. И вот через два дня мы пошли в наступление, перешли границу Украинской ССР, подошли к крупному населенному пункту Ровенькие. Хорошо помню длинную улицу, широкую мощеную дорогу, слева и справа дома, приблизительно около половины из них были саманные. Я первый раз видел такое, это была практически русская деревня, там русскоязычные люди жили. Кстати, нас хорошо встречали, хотя освободили деревню уже до нашего появления, но все были очень ласковы, выносили воду, хлеб, давали нам вареную картошку. Вышли за эту деревню, идем по взводным, походным порядкам, впереди командир роты, я был во втором от головного взвода, топаем, а впереди уже слышен гул канонады, самолеты немецкие летают. Мы их видим в небе, но наши самолеты там тоже были, и было их побольше немецких. Вдруг, когда мы были уже в 15 километрах от населенного пункта, была дана команда, немедленно рассредоточиться. Вся рота рассыпалась друг от друга метр два-три, впереди два-три и сзади два-три метра. Когда мы вышли, впереди лежало огромное поле, и тут я понял, что цепью идет в атаку весь полк. Видим, летят наши штурмовики Ил-2, по-моему, целая девятка прошла, потом еще и еще, и вдруг, через некоторое время, один самолет от своих Катюш, дал залп по нашим порядкам. Это был кошмар. Потом все прекратилось, самолеты ушли, у нас же два человека убиты, а три ранены. Каким только матом мы не ругали их, как шумели, елки зеленые. Невозможно было, но война есть война, и такое бывало. Мы пошли дальше, но тут же бой произошел слева от нас. Полк его принял, а вот немцы не стали сопротивляться, бежали от нас на машинах. Вскоре по нам открыли пулеметный и ружейный огонь. Потерь у нас почти не было, мы залегли, тут слева пошли три танка и справа два прошли. Тут же пулеметы прекратили огонь. Видимо, танкисты засекли их позиции, как дали огонь, что немцы ушли. Мы даже четко видели вдалеке, как они отступали, там было километр с небольшим, не больше. Шинели у немцев были темные, на траве четко видно, как они уходят. Тут наши минометчики дали по ним несколько залпов, и противник поспешил уйти за большой холм. Мы же пошли дальше, и так мы километров тридцать прошли без боя. Периодически раздавалась стрельба, но тут же прекращалась. При первых же выстрелах мы рассредоточимся, как все выяснится, опять в колонну и снова по ходным порядкам вперед. Немцы отступали капитально уже, это чувствовалось. Мы шли на Миус август месяц по направлению к Саурмогиле. Говорили, что она сейчас вот-вот будет. Вскоре начались мелкие стычки, какие-то небольшие бои, но вот за реку Миус немцы зацепились, понимаете? Мы как раз уже подходили к реке, как поступила команда, и вдруг мы ночью повернули на Таганрог. Это был маневр, но мы же не понимали тогда, там боев не было, опять назад повернули нашу колонну. И вот во время возвращения произошел один случай. Мы шли колонной, командир говорит, через 20 километров будет стоянка, отдохнем, пообедаем, переночуем, а потом дальше пойдем. Наш полк сейчас во втором эшелоне, другие полки дивизии в первом. Уже 1 сентября идем, степь кругом, конечно, посадки встречаются, но так кругом одна степь. За час прошли километров пять, привал объявили, потом снова идем. Вдруг команда батальона занять там-то позиции, раз-раз заняли, до возвышенности какой-то, ну, километра два-три, не более. Мы заняли оборону, по приказу окопались. Вдруг смотрим, что такое. Впереди какая-то пыль страшная и столбом висит. Появляется два румынских самолета, похожих на наши кукурузники. Летают над нами, видимо, засекли наши позиции. Причем летели настолько низко, что я увидел лицо летчика. Он помахал нам кулаком и бросил несколько гранат. Конечно, не попал, совсем в другой стороне взрывы раздались. Мы рассердились, залегли и начали стрелять по ним. Они тут же растворились, вроде все успокоилось. И вдруг крик. Ребята, немецкие танки! Смотрим, действительно, за пылью прятались немецкие танки, еще ближе к нам их бронетранспортеры, пехота на танках, идут от нас в километре. Елки зеленые, у нас на весь батальон было два противотанковых ружья и все. Конечно, у нас в вещмешках были противотанковые гранаты. Кратов отдает приказ. Не стрелять! Без моей команды строжайше запрещаю открывать огонь. Сейчас же надо максимально замаскироваться. Рядом со мной лежат Таиров и Геворкян. Мы зарыли землю, слились с ней и все. Тихо переговариваемся между собой. Я спрашиваю, что делать будем этих фрицев? Что будем? Драться будем, отвечает Таиров. Надо вытаскивать противотанковые гранаты. Как вытаскивать? Это же надо вставлять запал. После этого их нельзя трогать, возразил я. Подождем, а то как отдадут приказ. Что, долго что ли? Вещмешок сняли, гранаты быстренько приготовили к бою. Тем временем все ближе-ближе к нашим позициям становились немецкие танки и вдруг у нашего Сережи Геворкяна забегали глаза. Быстро-быстро он скороговоркой выпалил. Задавит нас. Мы здесь погибнем. У него начался настоящий психоз. Ты что? Ты же комсомолец. Как тебе не стыдно? Зашипел я на Сережу, но было уже бесполезно. Это было уже все. Нервный срыв. Мы спокойно лежим, приготовились, лимонки уже готовы. Все ждут. Командир взвода лежит там, шепотом приказывает прекратить всякое шевеление. И в это время смотрю, Геворкан тихонечко встает, шинель скатку сбросил с себя, раскатал и бежать. Мы все ему вдогонку тихо кричим. Ты что, с ума сошел? Назад! Я кричу Геворкану вернись. Таиров мне вторит. Застрелю. Но все бесполезно. А трава высокая такая, он пригибается, падает, снова подскакивает и бежит к лесопосадке за нашими позициями. Немцы, видимо, заметили, в чем дело. Видно же, что человек бежит. Дали два выстрела из танка, но бесполезно. Он добежал до посадки и ушел. Тем временем танки подошли совсем близко, осталось около пятисот метров, видно уже все. И в это время вдруг что-то вздумалось с немцем. Они повернули влево, а там большой холм и деревни за ним, где-то в пяти километрах. Уже было послеобеденное время. У нас же по цепочке передали. Командирам взводов и замкам взводам всем подразделениям, как только стемнеет, отступать к посадке, там сосредоточиться. Понятно, мы лежим и ждем. Фляги уже пустые, пить хочется так, что кошмар, не знаем, что делать. Как только начало темнеть, Панкратов быстренько вызвал командира взводов, нашим был Рожков. Вернулся он, когда уже стало темновато, и говорит, тихонечко и спокойно под делением собраться вон там и дает ориентир в лесопосадке. Как только стемнело, мы уже там были. Тут же командир взводов снова собрал Панкратов, что-то они обсудили. Рожков быстро на этот раз вернулся и приказывает. Идем в обход деревни, уходим. Ведь получилось так, что нас практически окружили. По другую сторону деревни наши, весь полк там, а мы тут застряли. Где полк, далеко ли, мы не знаем. Только Кумроты это известно. Идем, ночь, пить кошмар, как хочется. Нам еще и приказали не курить, громко не разговаривать, двигаться обыкновенным шагом, только немного. Тихо идем, деревня попалась, прошли ее, потом опять куда-то шли. В общем, к часу ночи мы подошли к той деревне, где засели немцы. Панкратов послал, видимо, разведчиков, причем они не должны были вступать в стычки, а просто посмотреть, там ли немцы, есть ли охранение. Мы слышим, как немец крикнул, «Хальт!» И тишина. Тут пришли разведчики, я слышу, как они докладывают, что немцы спят. И в это время кто-то крикнул, «Ребята, вода!» «Вай, остановить солдата, испытывающего жажду, невозможно!» Быстро, как мы кинулись, а там пруд какой-то, уже засыхающий. Я вытащил пилотку, черпаю воду вместе с силом. Вода течет из материи, я подставляю рот и пью вот так. Во рту скрипит песок, но черт с ним, думаю. Итак, минут пять мы все пили, потом наполнили фляги. Как ни шумел наш командир взвода, ничего мы не прекратили. Через десять минут мы встали, мокрые, но утолившие жажду. Тем временем пришел приказ, опять собрались командиры роты взводов у комбата, пришли назад и говорят, идем прямо в деревню. А там в деревне была фактически одна широкая улица и командование решило идти по ней до тех пор, пока немцы не обнаружат нас. Как только поднимется тревога, мы начинаем стрелять. Причем заранее определили, что такой-то взвод стреляет вправо, а другой влево. В окна мы должны были бросать гранаты и вот так с криком «Ура!» пройти через всю деревню. Представьте себе эту картину. Идем по деревне. В первый раз такая ситуация. Я поставил винтовку на боевой взвод. Самозарядка на этот раз меня не подвела. Даже наоборот. С ней было очень удобно, ведь там было в обойме десять патронов. И как мы тихо, без единого выстрела, приблизительно одну треть деревни прошли. А почему так? Заранее послали шесть человек-разведчиков, и они сняли тихо-часовых. Но тут, видимо, нас кто-то заметил, как пошли крики. Кстати, перед входом в деревню была дана команда по танкам не стрелять, а по бронетранспортерам бросать гранаты. Но кто-то бросил гранату в танк, он загорелся, крик, шум, немцы выскакивают в одном белье, мы стреляем по ним. Это у меня был единственный раз на фронте, когда война происходила так, как кино показывают. Темнота, понимаете, но мы стреляем. И тут немцы выпустили осветительную ракету, а это нам помогло. Дурачье. Как мы пошли косить немцев, капитально перебили их. Километр длилась деревня, мы его пробежали, в итоге все живы, только двое ранены. Мы их забрали с собой. Вышли где-то в три утра, смотрю, командир взвода смело так приказывает. Построиться в походный порядок. Мы где-то через часа два будем у своих. Построились, конечно, оставив Орегард на всякий случай, если немцы все-таки опомнятся и начнут на нас жать, но немцы никуда не двинулись. Я думаю, там мы не меньше сорока, пятидесяти человек только убили или тяжело ранили. Там же встал на ночевку целый немецкий батальон. Так мы топали, потом начало светать. Командир роты построил нас, смотрим, костры горят, начинаем думать, что такое. Панкратов заметил наши взгляды и объяснил. Не смотрите, не смотрите, это наш полк, сейчас туда пойдем. После комрота выступил перед нами. Благодарю вас за службу, молодцы. Это было для нас первое настоящее сражение, ребята, хвалю вас. А теперь вперед марш. Мы пошли, и слушайте, километр какой-то, и мы уже у своих. Все у нас наконец накормили. Боже, это было чудо какое-то. Днем авиация наша господствовала уже в воздухе, мы уже совсем не прятались днем, ведь шла вторая половина 1943 года. Идем дальше, привал закончился. Подъем и пошли, с километр прошли, и неожиданно момент мне говорит, слушай, где твоя винтовка? Только тут до меня дошло. Оказалось, что я на месте привала забыл свою самозарядку. Ужас, тогда за винтовку под суд могли отдать. Это такой позор, что кошмар. Побежал назад, но не могу найти место привала, ведь степь все одинаково. Понять, где мы стояли, просто невозможно. Дольше искать нельзя, боюсь отстать от своих, надо назад. И вдруг вижу, как в обратную сторону идет колонна, все без ремней, какие-то четыре человека впереди, один сзади. Справа кто-то с винтовками идет. Я не обратил на них особого внимания, но тут вдруг кто-то кричит. А зад, я оборачиваюсь, смотрю, там Геворкян кидается ко мне, я спрашиваю, что такое? Да вот арестовали, в штрафную ведут. Я в ответ. Ну что же ты, мы же тебе кричали? Таиров живой? спрашивает Сережка. Да живые все, ну что ты. А там уже конвойный кричит. Пора, мол, нам заканчивать. Я побежал дальше. Прибежал, встал в строй, через некоторое время привал. Все мы роем окопы, командир рота куда-то отлучился. Каждый себе роет, и вдруг подходит наш старичок, 45 лет ему, Сталинград прошел. Дядя Васе его звали, спрашивает меня, что, без винтовки? Дядя Васе, вот так получилось. Сосунков сюда присылают, в ответ бросил он, сел, написал что-то на бумажке, дал ее мне и говорит, это тебе, найдешь ремонтные мастерские, отсюда метров 300. А тыщешь там дядю Ивана, вижу, ты такой шустрый парень, он тебе поможет. Я даже не прочитал, что там бегу, нашел эту мастерскую, дядя Ивана, сунул ему записку, тот прочитал и хмыкнул. Надо же, каких пацанов сюда присылают. Подожди, земляк, пошел куда-то и принес мне винтовку Мосина, обыкновенную. Я сразу ее схватил и говорю дяде Ване, век вас не забуду, спасибо, давай-давай, воюй. Ты, видно, хороший парень, раз Вася такую записку написал. Я прибежал и встал в строй. Таиров мне помогает, потому что я, естественно, отстал копать. И тут идет командир батальона и все начальство, и Панкратов с нашим командиром взвода. Все осматривают, как мы окапываемся. Я тоже копаю. Винтовка тут же лежит. Вдруг комбат как закричит? Это чья винтовка? Я улыбаюсь и говорю, моя. Это же ржавая винтовка, как можно? Что такое у тебя творится, Панкратов? Тот на меня посмотрел, как будто не узнает. Только глазами как будто спрашивает. Что ты творишь, Григорян? Комбат еще сильнее разошелся. Арестовать немедленно и в штрафную роту. Но кто тут будет арестовывать? Наконец ушли, Таиров у меня спрашивает. Ну, что делать будем? Садись, говорю я в ответ. Надо сейчас же быстренько привести винтовку в порядок. Мы вычистили винтовку так, что все блестело. И главное, я ствол начистил до блеска. Тем временем приходит секретарь комсомольской организации, объявляет собрание комсомольского актива роты по поводу ржавой винтовки товарища Григоряна. А я улыбаюсь и иду себе спокойно на собрание, винтовку с собой захватил. Вижу, секретарь докладывает, мол, вон, там ржавая винтовка, пятая-десятая, безобразие, все постепенно, его обличительная речь заканчивается, и секретарь заключает. Надо обсудить, что нам теперь делать с товарищем Григоряном. — Ну-ка, — говорит один из сидящих, — дай винтовку. Я протягиваю, это был представитель партийного бюро, он все придирчиво изучил, особенно канал ствола, и говорит, — Ребята, да у него идеальная винтовка, как же так? — Вы понимаете, в чем дело? — встреваю я. Дождик моросил, капля попала, и вот, видимо, чуть заржавело, а командир батальона увидел и сразу завелся. Всех обошла моя винтовка, посмотрели. Кстати, один солдат из присутствующих знал ведь, что у меня самозарядка была, но он молчит себе, и все. В итоге пришли к решению, что надо поставить мне на вид, мол, что я должен всегда иметь чистую винтовку. Вот такой случай был, понимаешь, в чем дело. Меня тогда удивил Таиров, турок. Он мне сразу сказал, мол, я как комсомолец мог потерять винтовку, потом мне так помогал. Кстати, я рассказал ему о том, что Геваркяна встретил, он в ответ. Да, такое позорище, как вообще можно было себя так повести? Но вообще-то надежду мы не теряли снова с Сережей увидеться. Так что все уже знали, что в штрафной важна кровь, все прощается в случае ранения и не записывается военный билет. Кстати, Геваркян действительно получил ранение и вернулся в часть. Прошел всю войну, но умер в 1948 году. У него пули было задето легкое. Интервью и литературная обработка Юрий Трифонов Конец первой части Читал Олег Лобанов КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ